ясно и очевидно что это не могло быть вдруг случайно появился случайный вот появился такой есть силу которую управлять то как его вы называете бог давайте вот творец так как-то как-то больше успокаивать творец как-то больше успокаивать слова бог уже как аннотация у нас только она отрицательная связанная с прошлой жизни откуда мы пришли лучше говорит творец хорошо значит творец существует придет если уже нам так это ясно и понятно и для многих людей это совершенно очевидно ясно что этот мир сотворил включая самых великих гениальнейших людей ученых практически не было величайших все величайшие ученые были людьми с скажем так теоретической мировоззрение они да они не все понимали это как вы но всем было ясно и я не говорю про 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 где которые жили 17 18 этим которые основали основали науку да они были просто по-настоящему люди религиозными христианами верующими в этот мир в в в сотворении этого мира грудь альберт айнштейн человек который ясно было очевидно что мир за дворю посмотрите на на что пишет и пишут остальные сборки реценберг как все кто великие ученые которые 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 почитает мы как величайших ученых они имели это сознание сознание не религиозным нашем понимании но заснана знания того что мир сотворил что я царюра что дурному началу то делать уже все ясно очевидно говорит нет хорошо есть конечно есть есть бог да ну кто сказал что он один может им 23 может там целый научно-исследовательский институт не на там там группа в прошлом и знаем что там такой и такие представления были это не были люди глупыми то есть такая сила есть такая сила такая то есть придет придет придется человек и друг порву из-за у него сомнения а вдруг те самые которые говорят что на самом деле творец он не един а есть в мире всякие силы мы действительно видим больше не единство творца того чтобы осознать единство творца человек действительно должен обладать определенными интеллектуальными способностями чтобы собрать все детали вместе взяты и увидеть единство всего мира таким был авраама вин наш и и про отец авраам который собрал мир в своем единстве и понял что не может быть о том что вот каждая из этих сил она имеет самостоятельную куда сил вовсе не а так как мы видим что они меняются вот сейчас вроде как торжествует силы и и и дня а потом силы и ночи и силы плодородия силы воды силы как это они меняются один побеждает друга видоизменяется да кто-то значит всеми ими вместе как бы словно говоря руководит постепенно постепенно он пришел к осознанию того что источником всех сил в мире должна быть одна сила но придется мнение скажет это вовсе не так и описывает это рамбам уже свои книги шнэ тура надеюсь вы все это читали описывает что начали еще ошибаться мидор и нож с поколения нож и нож был всего лишь второе поколение после первого человека первый человек жил сап который они уже начали ошибаться в чем они ошибались было ли у них сомнения в как то сказать бытие творца вовсе нет единственно что они начали так как они хотели как бы получить больше чем им полагается в принципе как и мы каждому что-то не хватает то они понимали и духовную реальность таким образом что что есть некие силы которые непосредственно непосредственно от них исходит это благо поэтому они могли обратиться к одной силе потом другой силе третьими это как есть скажем глава правительства он один но у него есть много министров под министром есть зам и может быть их несколько и так далее такая как бы древо такое которое и там внизу там даже просто вахтер иногда мы знаем что проще чем дать и до верху надо как говорится дать под стол в актеру и вообще смотришь то что там годами вот прошло давка хорошо быстро взятку дать ниже стоящему в иерархии сильно и вот вот это есть идолопоклонство теперь так как они в начале верили в то и другое называется щитов называется о том что есть творец да но есть независимая сила и у определенных явлений в этом мире который как бы обладает самостоятельностью с этого началось постепенно прошли поколения веры понимания о том что всем управляет единый творец ушло так как основная практика она была связана с как бы угодой вот этих пкедим этих нижлежащих ниже стоящих сотрудников духовного мира так возникает идолопоклонство постепенно-постепенно люди начинает обращаться к ним и только к ним это называется идолопоклонство ну естественно что в наше время на первый взгляд и подобных понятий уже не существует как идолопоклонство но надо знать что идолопоклонство в своей максимальной форме она прямо так и находится она мы прямо в нем живем процветаем как она называется называется атеизм теперь это не то самое идолопоклонство которое речь идет о вода зарада которая одно из это еще гораздо хуже это вершина всего когда мы говорим о когда мы говорим о вода зара вода зарает и лопоклонство том x говорим о некой силе и которые мы обращаемся как альтернативе творца шло время когда сказали не только что не творца но и нету никаких сил а что есть нету сил духовных но есть вот видите мы верим в мы верим свои силы которые 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 освоят этот мир которые которые подчинят нашей же воле и мы те которые посредством технолог науки технологии мы помним полностью в этот мир на под свои под свою дудку моего вас ведь это что может быть больше чем 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 этот подход который далекий от истинное понимание как мир устроен то есть это полный отход от всего теперь ну бах я жил в том мире когда еще в атеизма не было то есть атеизм как как в теории он существовал всегда дать возможность полностью отвергать всевышнего где он сам спрашивает видите вопрос который спрашивает но как и как явление не существовало а что до существовало идолопоклонство существовал что еще и какое сомнение он говорит не только до блоклы на баклонство ладно и так это очень примитивно уже формула даже в его время но шиту в то что называется совместно за партнерство да это и это о это уже да может быть например в его время нет но во времена мудрецов талмуда было то что называют азарат устра или зарат устра не знаю правильно по-русски говорить это было учение двух силах сила добра и сила зла которая существует в этом мире они сталкиваются в этом противоборстве и вот мир результат противоборства сил добра и зла была одна возможность естественно что результат войн привели к тому что последователи зарат устра они просто с уничтожением государственности которую которой эта религия была во главе и исчезла зарат устра и сейчас до секундничнего дня есть много последователей но она так сказать очень маленько тлеет где-то там в иране и в разных местах еще есть по всему миру или тут сказано или а троица где-то последователи ешь то знаем что есть в грязьком призем ска представление есть понятие не поклоняется троица скобках надо заметить очень очень важно для нас актуальный вопрос щитов то что называется совместность вот такая вот и того и того то есть они верят и всевышнего и и вот есть еще кто-то это называется щитов он запрещен или он разрешен по еврейской по еврейскому закону согласно это спор мудрецов надо знать большой спор мудрецов то что касается самих евреев нет спор это запрещено и это определяется как щитов щитов то есть вот это вот партнерство как вы сказали она для евреев она запрещена вопросу не для игры является ли это запрещенным лобной ног для вообще просто для человека который бы последователи но вот тут и спор мудрецов об этом и рабе сывкару считает о том что это не запрещено в этом смысле христиане не является идолопоклонниками наоборот прошу прощения рабе сывкару запрещать а с его точки зрения они до считаются до поклонники армаж истрич который жил больше он считает что это не это не не запрещено поэтому они не являются идолопоклонник то есть сами по себе то есть можно ли считать идолопоконник согласно мнению ромо жители еще они не они не являются идолопоконник спор мудрецов но снова чтобы никто не перепутал ничего из моих слов для для евреев это нет в этом никакого спора вера в троицу она читается щитов щитов это партнерство они не 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 совместное как бы вера в какой-то совместной силы запрещено еще одно говорит или о том что природа это божество из еще одно воззрение которое сказать она была развита варуха шпинозы в основном позже даже когда варуха шпинозов жил позже на на несколько столетий билюк жил на несколько столетий даже больше чем намного чем 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 то что он призывите эти уже идеи были гораздо до него он там считается что он это изобретать уже идей существовали до того о том что на самом деле кто из бог бог это природа но мы знаем о том что наши наши ученые мир особенно русскоязычный очень любит восхищаться матушкой природы то есть каким образом могло произошло быть ну вот матушка природа вот она постаралась в загнула вот царика накрутила какие смотреть эти эти сложные конструкции или наивным учением астрологов и астрология тоже ведь как он называет наивным учениям в чем она именно что значит астрологии астрология отдельная тема община был посвятить тем очень это очень интересная тема только в одном слове астрология суть ее в том что человеком полностью руководится маза а за созвездия и в зале это судьба сегодня терминирована за жизнь и терминирована и теперь это не пустые звуки то есть так как мы находим и еврейских источников тот факт что тара относится к этому говорит об этом значит в то есть о том что сам авраам а вину который был большим знатоком в астрологии и сам творец ему указал на то что может быть вне этой предопределенности говорит о том что по-видимому действительно что-то за этим кроет если надо знать что современные знания в основном большая профанация которые мало что содержатся истинного а те знания которые были в прошлом которые были действительно основаны на духовном внутреннем понимании этого мира она утеряна матери нет и то есть это не пустые звуки тем не менее явно о том что строить осознание каким образом мир существует как все это происходит и все это починить только астрологии он называет это наивное мучение наивное мучение то мы в принципе уже прошлись по всему этому чтобы объяснить и вторую сторону насколько эти вещи они не совсем и уместны но когда станет ясно тебе что творец благословенный единственный предшествующий всем как говорилось об этом в начале нашей книге то идут у тебя все эти сомнения и хочется повторяться все 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 выкладки которые у нас были принципе вот этой теме единстве творца творец он еди а единство творца моментально исключает все что тут есть не может быть 23 не может быть он еще кто-то может быть творец у которого есть как-то под ним его силы которые как бы приводят его волю в исполнении но в мире может быть только один единственный источник один единственный источник в одном предложении кто помнит рассуждение о том что в конечном итоге первопричина этого мира она обязана быть и проста слово простое требует конечно объяснение простота имеется ввиду простоты в том смысле который мы говорим не существует в нашем мире вообще поэтому эту реальность невозможно представить и очень тяжело говорить о ней простота там где не существует причина следственных связей нет причины следствия нет частного и общего нет что-то что разбивается нет гранит ничего нет все находится в своем простом состоянии ходится простом состоянии на что это подобно что просто хочет кто-то понять подобно о том что то сказать у нас есть понятие называется желание человека есть некая пробудилась некого желания а не нужно место где жить это простое состояние в котором уже находится идея дома который может распасться на план такого дома а потом на его конкретное осуществление каким образом можно это построить на технологию строительства то есть само желание жить в доме а не на улице где холодно или жарко это уже в принципе содержит вид дом со всеми своими деталями но но в каком в простом состоянии поэтому мир который мы видим следствие а причина первая причина всего этого она неизбежна если мы идем от следствие причине то есть идем с конца на начала обязательно придем первой причине простой абсолютно простой в которой ему нету никакой сложности и нет комплексности значит и первая причина она обязана быть вот абсолютно простой теперь точно так же как она просто так же она и совершенно то есть она совершенно всеми совершенствует потому что из него изошел весь мир простота по определению не может быть что там есть два если есть два значит это уже не просто мы сказали что в простоте нету множественности нету комплексность нету причины нет следствия поэтому если мы говорим что не выдумывая вами первопричина не выдумываем вами бог а тот который действительно есть то если мы его определяем как реальность простую в которой нету множественности то если мы допускаем что речь идет о двух богах значит они уже не просты что противоречит его определению чего и быть не может отсюда неизбежно что творец он